Валентин Казмич 30 лет был тренером, то Лидия Гавриловна в 20 лет была единственным и неизменным представителем СССР в судейском корпусе на всех крупнейших соревнованиях. В женской части, разумеется. Мужчин же постоянно судил Валерий Кердемелидин. Они сейчас, пересекаясь на соревнованиях, находят повод попрепираться. Лидия Гавриловна вообще очень деятельный и, так скажем, оперативный человек. Очень важный черт и характер для гимнастического орбита. Иногда судье надо поворачиваться едва ли не быстрее спортсмена, если, конечно, ему не безразличны свои. Это были олимпийские игры в Москве. Сами понимаете, что такое в Москве. Безусловно, нам хотелось завершить победой не только командной борьбы, но и абсолютной переносой, чтобы было в руках наших советских гимнастов. Но на тот период главной конкуренткой в женской гимнастике была Надя Каманыч из Румынии. Это достаточно только ее имя назвать, чтобы понятно, насколько она была сильна. И завершали соревнования... Она завершала соревнования на бревне, а наша Лена Давыдова в упражнениях на брусьях. Я судила на бревне. Да, я... Технического комитета Лен Бергер. И я не... Понимаете, я взяла на себя такую мощную инициативу, хоть я называлась просто судьей. Я быстро всем... Как-то так они даже опешили. Я говорю, вот это не менять оценку. В общем, отруководила, отредушировала эти оценки. Они даже опешили. И когда открыли, Лена Давыдова была, значит, на первом месте. Счастье, конечно, как вы сами понимаете, было беспредельно. И я только одно помню, что меня не выпустили до трёх ночи. До трёх ночи из дворца спорта Ложники, потому что румынская страна там уж стояла, держала оборону. Когда это Иваново понятие. Вы уже абсолютно нормально воспринимаете то, что оценки делаются. То есть вы уже, так скажем, зачерствели в этом смысле? Или вы всё ещё... Всё время борюсь за объективность, всё время. Но, ещё раз напоминаю, всё-таки у нас не такой, как в лёгкотлетике финиши фиксируют машины, ну, там, техника, как говорится. А это живые люди. А для живого человека, вот каких бы правил ни написать, всегда существует какое-то субъективное мнение. Можно упасть от какой-либо конкретики. Ну, так вот, в принципе, ходят с конвертиками. Лидия Гавриловна, у нас... Да, рассказываю. Вот я отсудила очень много соревнований, и честное слово, либо мне не повезло, может быть, я бы и взяла. Но мне конверт ни разу не предлагали. Ну, ни разу не предлагали. Само собой, за такое-то время выступлений, тренерства и судейства Лидия Гавриловна и Валентин Казмич наездили за границу от всей души. Это сейчас не проблема выбраться, были б деньги. А тогда в спортивной гимнастике мирового уровня выступала в Минске. На территории бывшего союза вот уже два года она, безусловно, лучшая. Честно говоря, когда Светлана Хоркина вышла на ковер, совершенно, кстати, не пружинища и для вольных упражнений неподходящей, возникло опасение, что Света выдаст все же некую вариацию на тему своих вольных. Однако ее номер был совершенно оригинальным и, к тому же, весьма спортивным и довольно художественным. Светлана Хоркина В мужской части у нас, напомню, что мужский, он сделал довольно хорошо упражнение. Ну и на взгляд арбитров тоже, мягко говоря, очень хорошо, поскольку оценка 9500. Сегодня таких оценок еще не было. А у того же Рашида Казумова вчера такая оценка была только один раз в упражнениях на кольцах. Юлия Крастелева, лидер чемпионата России после вчерашних соревнований. У нее лучшая сумма. И если допустить, что, скажем, Хоркина, Продунова, Замолотчикова и Ковалева, которые заявлены в международном турнире «Звезды мира», не наберут лучшую сумму, то Юлия Крастелева станет чемпионкой России. Екатерина Лобознюк получает оценку 9200. Окончательно это лучше, чем у Крупской. И мы смотрим первый прыжок Юлии Крастелевой. Уже готовы начать разбег Юлии Крастелева. Ждет поднятие зеленого флажка. А вот, Лидия Гавриловна, а что случилось? Так, ну сейчас посмотрим прыжок, потом я переверю. Переверю очень приличный, очень приличный. Знаете, это ее старт. Я так чувствую, что она вчера все-таки великолепно прошла для себя. Я напоминаю, она имела такой перерыв в гимнастической подготовке. У нее травма локтя была. И она буквально собрала все вчера в свои руки и прошла относительно ровно все четыре снаряда. И сегодня вот прыжок, первый прыжок, и насколько он ей удался. Значит, что гимназка ждет, вы спросили меня перед подходом. Вроде бы оценку предыдущей спрашивали. Показали. Или что, чего осталось? Во-первых, надо проследить за тем, чтобы показали номер ее прыжка, который она заявляет. То, что если будет заявлен номер, а она прыгает друг нечаянно на другой прыжок, то из-за этого большая сбавка в 0,3-х. Значит, надо же посмотреть, правильно ли горит ее номер прыжка. И потом я должна увидеть либо зеленый флаг, либо рука поднятая, орбита, что дает ей старт, что можно приступать. Ну, вот я, собственно, и спрашиваю. Вот это все она выжидает. И плюс сама готовится. Вот даже когда все это она проверила, еще ей надо вот что-то там промоторить все свои движения внутри головы. Ну, как правило, вот таких вот, что называется, длинного настроя на прыжок, как, например, у прыгунов в шестом, вот они очень долго любят настраиваться. У нас тут нет. Ну, покороче. У нас ограничивается время еще, я уже говорила. У них тоже, но эти вот прыгают. Я не видел практически ни разу, чтобы кто-то вот так вот уж после того, как уже зеленый свет, да, или вроде как вперед, начиная работать, и нечего ждать, вот я не видел, чтобы кто-то долго томился. Как правило, все решительно идут на снаряд. Но это, видимо, отличительные свойства. Каждого прыжка. Вообще, всего этого вида спорта в целом. Но вот пока нет оценки за первый прыжок Юлии Коростелевой. Нет, открывали ей, Денис, я видела, 9,250 она получила за первую попытку. Вот сейчас она выполняет уже вторую. Снегата. Бинтвайд, 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 молодец. Опять хорошо. Почему вот она выполняет прыжок хорошо, а оценка, как-то казалось бы, не очень высокая? Потому что базовая стоимость, это надо иметь таблицу, которая не обязательно в судейской главе должна быть наизусть. Она у каждого судей на прыжках лежит, как говорится, перед глазами. И смотрит номер 4, 35, например, судья заметил, из 9,5 или из 9,6. И отсюда, значит, уже высчитывает допущенные ошибки. Ну вот у женщин, в отличие от мужчин, из прыжков, вот как вот в последние пару лет, два спринсальта у ребят. Вот прыгает этот прыжок, рискованный, тем не менее, все, поскольку это железно, при удачном, так скажем, приземлении, это железно, это отличная оценка. Вот у девушек нет такого пристрастия к одному и тому же прыжку, они все стараются более как-то... Усредненные, на твой взгляд, думают. Нет, они иначе, и показывают, ну, больший набор, что ли. В этом смысле, немножечко даже интереснее за их соревнования смотреть. Вот четверо мужчин уже отработали на колене, и, соответственно, до следующего, до ближайшего небольшой разминки остается лишь выступление одной участницы, Елены Ловыгиной, из Дзержинска. А оценка Коростелёвой? Оценка Коростелёвой 9. 312 тысяч. 312 тысяч. Это наивысший пока результат из тех, кто выступил. Ну, а сейчас прыгает девочка Ловыгина Елена, это из Дзержинска, она вроде у нас не находилась в большей группе многоборцев. Прыгнула она довольно так хорошо, но этот прыжок, если я немного ошибаюсь, всего-то она всего судится из 9.2, так что высокой оценки, опять же, ждать не придется нам. Ну, то, что она забралась все-таки в прыгуни, она попала же в финальную группу, это о чем-то говорит. Стало быть, значит, она имеет возможность прыгать и трудные прыжки. Ну, у Юлии Коростелёвой во второй половине вот этой прыжковой группы очень мощная конкуренция. Это в первую очередь в лице Долгополовой и Замолотчиковой. Ну, кстати, Замолотчиковой Лену мы не видели вчера, она не выступала в многоборье, поскольку заявлена на многоборье в звездах мира. А вот в финалах отдельных видов призыва не показывали. Она попала в финалы практически, не практически, а просто на всех четырех снарядах. И вот... Фронтат, фляг... Ах, как неудачно. Вот видите, что может ждать. Она, конечно, взяла за прыжочек посложнее, но не справилась. Значит, можно с неё уже съехать и смотрю, по-моему, у меня что-то не удалось, попытка на коне у Волкова. Вёл-вёл и срыв. Сейчас пошёл магнезить снова руки. Вот этот перерыв, который гимнаст выполняет при срыве со снаряда, тоже ограничен во времени не более 30 секунд. Это доверено за первую попытку... Это Привалова Екатерина. Екатерина Привалова. Это Привалова была, простите, Привалова. Получила 6,975. Это, конечно, просто уж очень неизвестно. Ну, не удались. Оба прыжка не удались. Не повезло. Не справилась она. Не повезло. Хотя, в принципе, спортсменка очень интересная. И, вряд ли, вот так вот случайно она после вечерашнего многоборья оказалась на третьем месте. Знаете, на... Какой-то был странный, я бы сказал, стелящийся разбег у неё. Сейчас вот мы наблюдали за повтором упражнения Дмитрия Волковой, а тем временем Нина Карцева исполнила первый прыжок. Сейчас у неё будет второй, мы его обязательно посмотрим. И вот повтор первого. Ну вот мы сейчас сразу видим с вами ошибки. У неё ноги разбросаны, два вращения она сделала, но очень большое сгибание туловища было при приземлении. Это повело... Ещё плюс следующая ошибка за собой, она сразу вынуждена была шагнуть вперёд, чтобы удержаться, как говорится, на ногах. Вот небольшое напоминание о том, как идут соревнования у мужчин. Лидер пока Косумов, а вот, так сказать, Виталий Волков, который открывал вторую половину конной группы, получил 8300. Вот вы видите, Екатерина Привалова получила 7912 в сумме. Это та, которая прыжка у нас завалилась сегодня? Первый у неё был 6975, а в итоге 7912, то второй в районе 89, так скажем, у неё получилось. В итоге молодец, собралась. Ну так, ладно. Не сдалась, так скажем. Хотя, конечно, после первого такого провального прыжка шансов у неё было немного. А, Нина Карцева, вторая попытка. Девчонки очень невысокого роста, и для них конь-то, в общем, высота его 120 сантиметров, она, в общем, кажется достаточно высокой, чтобы её преодолеть. А надо же не только перевернуться, а надо ещё вытолкнуться так руками и создать такую высокую траекторию полёта во второй фазе, чтобы успеть всё выполнить. То есть сальтовое движение, поворотовое движение, это вокруг продольный и поперечный. В общем, тут, конечно, сложнейшая виртуозность. Вообще, такие претензии, то есть такие требования предъявляются гимнасткам, вот этим вот. Я считаю, их они супер виртуозные, супер профессиональные, супер великолепные девчонки, которые способны вот это нам показывать. И они любят от этого гимнастику. Они же вращаются, вот, как говорят, кошку кинем с любой позиции, она всё равно на лапы придёт, да? Так, у меня какая-то есть вот такая аналогия с гимнастками. Дождалась, наконец, разрешения на вторую попытку, не на карто. Для меня это самое неприятное, вот такое долгое ожидание, я думаю, для гимнасток. Ага, ага, рандап, лавш, на вороту на 180. Прекрасно. Трудные такие прыжки девчонки берутся выполнять. Я поняла, что, наверное, такое направление сейчас, прыжок, он в чём силён? Если ты освоил очень сложный прыжок, у тебя почти золотая медаль в кармане. А вот, прошу прощения, Лидия Гавриловна, на секунду буквально вас перебью. Как бы прислушиваться телепатически, что ли, 9400, вот какая интересная у них... Мы Матвеева пропустили. Мы пропустили Матвеева. Ну, вот это вот ещё один, так сказать, камышек в город тех, кто любит, может быть, спортивную гимнастику и живёт, может быть, в Москве, а вот в Олимпийский не приходит. Нельзя, к сожалению, увидеть всё, но не получается. Такова реальность спортивной гимнастики. Поэтому ещё раз приглашаю всех в спорткомплекс Олимпийский. Сегодня и завтра интереснейшие соревнования. На ваших экранах Елена Долгополова. Опорный прыжок Елена Долгополова. Уже заслуженный процесс спорта, это сразу говорит о многом. Значит, за её плечами уже есть очень серьёзные победы. И очень серьёзный призёр олимпийских игр в командном первенстве. Так. Высоченный прыжок был, очень высокий. Он смотрелся... Он трудный, очень трудный. И чуть-чуть, Денис, во второй фазе она, конечно, допустила ошибки, потому что требовал сам себе прыжок очень хорошей складки, такое положение угла, и с вращением. Сложный прыжок. Ну, Лена, я ещё раз повторяю, она считается в сборной команде прыгуней номер один, поэтому ей под силу, собственно, взяться за такие прыжки. Вот Юрий Крюков получает оценку... 9,5 тоже. 9,5. Значит, делят. 9,5 ровно. И таким образом он... И таким образом он, как бы, вместе с Косумовым, с Рашидом... Да, но я сейчас разъясню, мне очень я переживаю за 9,5 получает за первый балл... То есть за первую попытку колесника. Почему я колесина? Долгополова, Лена. А вот мы сейчас видим два равных результата, и не дадут две золотых медали, потому что положение о соревнованиях обязательно оговаривается. Возвращаются, например, к сумме многоборной, а на случай тот, что если у них вдруг равная сумма и там, то возвращается аж к очальному, к тому базовая оценка, да, выше в этом виде многоборья. Ох, какой... Эх! Вот такая вот Ленка. Вот если бы приземлилась удачно, то, несомненно, выиграла бы эти соревнования и Лена Долгополова. А так, увы, еще вопрос, так скажем, и большой, потому что первая была 909,5... Нет, теперь уже вопроса нет, она не выиграет. Это уже было падение сумасшедших. Вот, оно еще раз нам показали. Ну, если хотя бы 9... Нет, 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 это невозможно. Невозможно. Еще замолочек у нас есть. Еще замолочек, у которой прыгать умеет. Это та самая замолочка, которую мы еще в наших транслях... Вот... Пока не показывали. Расстроена Елена Долгопола. Конечно, расстроена. Она и вчера должна была быть... Я видела тренера, Тамару Хохлову, после окончания соревнований. Мы с тобой наблюдали, какую она великолепную акробатику показывала на вольных упражнениях. И вдруг, самая пустяковая для нее, во всяком случае, заключительная серия акробатическая, она в ней допускает грубейшую ошибку, то есть падение. Все, она себя просто вот выбросила. 8,875 она получает. Да, увы. Оценка Елены Долгополовой за оборный прыжок. Это за второй прыжок. 9,187. Да, а в итоге 9,187. Это даже не трюки. Лучше с результатом. А мы на Елену Замолочекову смотрим. Да, вот это мне самой очень хочется посмотреть. Потому что практически эта девочка рассматривается прежде всего из-за прыжка в состав сборной команды. Вот как она отскакивает от коня. Денис, вот так же ты уже теперь гимнаст становишься. Вот обратите внимание, сейчас будет показано в замедленном. Вот, когда она попадает руками на коне, она так отталкивается, что еще подлетает. И, конечно, она там способна сделать всяческие вращения. Посмотрим. Правда, немножко не тот ракурс у нас тут. Но все равно будет видно. Интересно, что приземляется она. Вот если вчера мы видели, как под один мат подкладывали гимнаст, и еще и второй, то Лена вовсе без всяких матов приземляется. Вот она такая же отчаянная и бесшабашная, как та же Катя Лобознюк. Да-да-да, они приблизительно очень схожи по характеру, по желанию. Но это более напористое. Вот Ежова тут она им сразу уступает, если бы назвали Лобознюк и Замолодчикову, то так какая-то более спокойная. А это просто выстрелы. Они ждут своего старта. Они не могут удержаться на скамеечке, ожидания, как говорят. Так, вот ей там оставление, Надя Масленникова, это ее тренер. Мы, кстати, вчера... О тренере уже вспоминали. О тренере на Елене Замолодчиковой, Надежде Масленниковой уже вспоминали. Причем, к стыду признаться, я не сразу вспомнил фамилию, но в лицо эту женщину узнают просто вот все и вся, потому что это очень, так скажем, агрессивный и переживающий невероятно за своих подопечных тренер. То есть она готова биться зубами, грызться за оценку, за какие-то... В общем, за своих она стоит стеной, и даже не стеной, а идет тараном. Ну, это забавно, так сказать, зайдет всегда наблюдать. Вот какая оценка за первую попытку 9,6 у Замолодчиковой. Теперь, как говорится, ей надо только прыгнуть, но я не могу сказать, какой она объявляет прыжок, потому что мне тут ни номера не видно. Вот, какой она возьмет вторую попытку. Прекрасно стоять, какая фаза полета. Вы знаете, вот она допустила при приземлении ошибку, но вы посмотрите, как она отлетает. Вон, от горшка два вершка, рост там ее. Причем, обратите внимание, Дмитрий Гаврилович, но в основном не докручивают в полете, так сказать, при прыжках. А это перекручило. То есть как, да, вот, раз вращение, два вращения. И ее еще несет. Видишь, у нее очень энергетически она так создает и скоростной разбег, и очень мощный толчок. Еще раз, сейчас мы можем посмотреть вот в этих фазе от коня. Раз, отлетает. И вот она, два. Два лица. Ну, умница. Конечно, у нее эта ошибка заметна, и ее судьи не проходят. Вот оцинку за второй прыжок. 500? 700, 75, значит, в сумме у нее будет 9, в среднем, 9,587. И, таким образом, она выиграла соревнования в опорном прыжке. А в соревнованиях у мужчин на коне первенствовал Рашид Косумов, который обошел Крюкова по результатам многоборья. Напомню, в многоборье сумма Косумова незначительно, но выше, чем у Крюкова. Ну, очевидно, очевидно, рада Елена Замолодчикова. Безусловно. Она вчера не выступала. Слышишь, как она натерпелась, когда же ей быстро летела, то она пришла, буквально, выстрелилась. Ничего, ничего, сегодня еще настреляется, поскольку сегодня ей всю программу проходить дважды. Между прочим, я посмотрел, ни среди мужчин, ни среди женщин, ни второго человека, которому сегодня предстоит всю программу пройти дважды. По той простой причине, что она единственная, кто выступает в финалах Кубка России. И в многоборье международного турнира Мир Женщины. Она дважды сегодня пройдет всю программу. Это к вопросу об энергетическом запасе. А я выносил извиниться за что. Я как-то анонсировал, что и в Кубке России к результатам, показанным в финалах в отдельных видах, будут добавлены результаты тех, кто будет в международном. Она уступила заметно Самолодчиковой Ленке. Ну и вот даже молодец, еще раз поздравим Нину Карцеву из города Аллаты. Или Аллатыри, я, к сожалению... Аллатыри. Аллатыри, да, из города Аллатыри. В многоборье вчера не особо отблеснули. Дальше будут Дмитрий Матвеев и Юрий Крюков, которые напротив в многоборье отработали замечательно. Потом будет Александр Нестеров. И вот особое внимание на Павла Кошелова рекомендую обратить. Это спортсмен, гимнаст, просто невероятно мощного телосложения. И вот как раз сейчас он сделал шаг вперед. Он как бы даже внешне выглядит специально, можно сказать, подготовленным именно для колец. Плечи, бицепсы, ну в общем... Мощный, мощный. Очень мощный. Рыжок еще тот, это самое бревно. Ну, вот нам разминку показывают. Я все время смотрю на этот снаряд, и Денис не случайно вчера оговорился, что на перегладе на девочке работают. Обратите внимание, в основном работа вся идет на верхней жерде. Потому что девчонки сейчас... Разминается Евгения Кузнецова. Вот посмотрим, что... А сработает ли она сейчас соскок или просто? Или просто, что называется, спрыгнет? Ну, она соскок делает по форме, да. Она, казалось бы, тоже, что и вчера, но только она умела... То есть, до этого разводила ноги, якобы изображая бельно, вот так вот, да, кручение. Эффект прибавлялся, безусловно. А во вчерашних соревнованиях она этого нам не показала. Ну, вот как бы... Вот пожелание, Лидия Гавриловна, закон, конечно. Для нас, для всех телевизионщиков, поскольку лучше, чем... Она в гимнастике, ну, никто не разбирается. И Румянцева на ваших экранах, Галита. Она... Из Санкт-Петербурга, да? Да, вот как-то она вчера начала очень живо многоборное соревнование, но в итоге в числе победителей и призеров даже после вчерашнего дня ее не оказалось. Посмотрим на то, как ей сегодня удастся выступить. Вот посмотрите, как надо девочке приготовить снаряд. Вот это, думаете, что она лазает по жердям? Это она наклеивает, буквально наклеивает магнезию, потому что она не одевает накладки никакие. Если мы вспомним Светлану Хорькову. Хорькину мы увидим, она работает с накладками. Объявили оценку Анатолия Курова. 1885, ну долго, ну что-то, ну очень долго готовится. Ну это я не удивляюсь, мы хотели посмотреть, я даже уже переживаю. Никак я, что называется, не вникнул в методику работы судей, судейского комитета. Теперь, я думаю, они выжидают мальчика. Теперь я думаю так, и вот сейчас ей поднимут руку. Это ожидание вылилось в то, что в результате мы пропустили выступление Дмитрия Матвеева на кольцах. Ну что ж, как говорится, пропустили, и бог с ним зато. А вот нам сейчас имеет возможность показать повтори. Да, зато мы железно увидим Галину Румянцеву на брусе. Видите, как хорошо он в соскок вышел? Так, 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 стоять, стоять. Вот как борется за жизнь, парень. Ну что ж так долго это у меня? Екатерина Привалова 9300 получила за упражнение на брусе. Ну и такая заявочка уже, правильно? 9300, это все-таки отчет. Ну и еще впереди и Ежова, и Ковалева. Ой, там много еще. Так что посмотрим мы на, так сказать, на то, на серьезность этой заявочки. Абсолютно вытянутое тело. Большой оборот, поворот. Я думаю, надо сальто будет делать вперед. Поворот на 300, надо же 540, и уже оборот. Вперед вращение пошли. Вот это всегда у меня, например, так это... Замирает, что называется, сердце, когда выполняют перелет... С жердь на жердь, да? Нет, вот в каком-то обратном, в противовращении, потому что всегда, кажется мне... Очень неплохо. Очень неплохо. Мне всегда кажется, что вот если сейчас вот они не цепляются за жердь, то падение происходит на спину, поэтому всегда вот сердце-то измирает. Ну, молодец. Это естественно. Но на то они и тренируются, и на то они и делают тысячное количество раз подходов, чтобы вот таких ощущений самим не испытать. Ну, вот сейчас будет Кузнецова выступать на брусьях, но не буквально сейчас, разумеется, а будет она готовить снаряд. И, насколько мы все-таки вот прочувствовали методику проведения соревнований, сначала все-таки дадут Юре Крюкову отработать на кольцах, только потом Евгению Кузнецову запустят на свой снаряд. И Евгению Кузнецову на брусьях. Тоже не ее был день вчера, так скажем. Только пятый результат у нее в многоборье. Да, она вправе бороться за более высокое место. Сейчас она тоже оригинально сделала переход, как никто, на верхний жердь, держись. Вот сколько я уже смотрю, они сложнейшие элементы, выполняют гораздо лучше, а спотыкаются на какой-то ерунде, как я говорю. Потому что это мобилизация. Вам ли не знает, Лидия Гавриловна, вот этот соскок? Да что ты ждал? Эх, молодец, здорово. Вот просто здорово, когда вот так вот легко и изящно все это исполняется. Ну, как тут не аплодировать, как вот, собственно говоря, все зрители сейчас в Олимпийском. Да, сделали. А по поводу суперсложных элементов, Лидия Гавриловна, вам ли не знать, что советские футболисты забивали гораздо чаще из совершенно немыслимых положений, а вот мазали в пустые ворота? Это вот, видимо, какая-то психология советского, что ли, спортсмена. Существует, наверное. Вот сделать сложное хорошо, а на простом споткнуться. Прекрасно. Повторили нам еще раз Женю. Она достойна внимания. И думается, что оценка должна быть хорошая. Вот мы Крюкова-то хвалили, а оценка получилась 9 ровно. Значит, я сказала, что если требований только, если каких-то у него не хватило, это уже... А так вот, то, что он выполнял, он на высоком техническом уровне. Ну, вы знаете, господинами даже с оценками все-таки соревнования, финал в отдельных видах на Кубок России, не будем как бы темнить, это не столь престижное состязание. Мне, как зрителю, на таких соревнованиях гораздо важнее, что называется, получить такое национальное удовольствие от того, как выступают спортсмены. И вот те упражнения, последние два, которые мы видели, кольца Крюкова и брусья у Кузнецова, в этом смысле идеально просто были. Классно, красиво, изящно, непринужденно. Чего еще желать? Да. Ну, Кузнецов...